Скажите, пожалуйста, почему в жизни повторяется одна и та же ситуация? Я всегда говорил, что необходимо делать выводы. Таким образом, в случае, если человек делает вывод, то он должен быть таким. Допустим, ситуация такая. Один мужчина я жила-бросил, второй мужчина жила-бросил. Но вы же, когда он бросил, сказали подруге или подумали, ну что, ему все простило, все, пусть идет. А не надо было прощать. Но когда я говорю, не надо прощать, я не имею в виду, что этому человеку можно разрешать второй и третий раз приходить в вашу жизнь. Я говорю, нужно прощать без надежды на возвращение. Раз. И второе. Нужно прощать, но твердо для себя знать, что такие мужчины, как он, негодяи и подлецы. Таким образом, происходит вычленение такого человека в мире, где обычные подлецы, из-за того, что мы в большинстве своем прошли путь религиозный, и у нас религиозное воспитание, это религиозное воспитание христианское или какое-либо еще, а в каждой религии говорится о прощении, о всепрощающих таких акцентах, то мы обычно не тянем. То есть мы готовы запросто прощать политиков, которые ежегодно обманывают нас. Мы готовы прощать мужей и жен, которые нас предают и уходят, прощать тех людей, которые бросают или кидают нас на деньги, не обращая на это внимания. Их нужно прощать, но нужно знать, что ваше ментальное или осознанное восприятие должно все время фиксировать их, как подонков и подлецов. То есть нельзя прощать и отпускать. Нужно всегда знать, что там Коля Герасимов был там тем-то, тем-то. Или мой муж был вот таким подонком, сволочью и негодяем. Вы сделали вывод, теперь я с такими сволочами и негодяями, как мой муж, жить не буду. Все, теперь это не произойдет.